Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Залитая солнцем театральная площадь притихла в ожидании главного события года – праздничного парада к 70-летию Великой Победы. Пройтись по площади в рядах товарищей следом за теми, кто своими глазами повидал войну, для мальчишек-кадетов это настоящая честь. На шаганном параде я испытываю гордость за свою страну, что в такие годы мы смогли отстоять. Почетные места для ветеранов. С внуками и детьми они пришли на праздник, не сдерживали слез и эмоций. Горе и радость смешались, как тогда в 45-м. Ветераны боевых действий, курсанты, казаки, кадеты стройными рядами прошли по театральной площади. Гордо, уверенно, с высоко поднятой головой. Они – наследники героев страны. О напчении гостей курорта с семьями, с детьми, с родителями пришли порадоваться вместе со всей страной светлому празднику. Дети не скрывали восторга. Им нравилось ходить в военной форме, размахивать флажками. Затаив дыхание, они смотрели на проходящих мимо военных. Рассказом бабушки почти все мужчины в нашей семье полегли на войне. Это ностальгия, это память о моем любимом дедушке. Это дань памяти ему, бабуле, которая с 14 лет делала снаряды на заводе. Ну, вот это наше святое, у нас этого никому не отнять. Мой папа воевал, его вен прадедушка, имел ранения. Чувство радости, что мы победили в этой войне, что мы живем в мире. Всю жизнь хожу на парад с детства, родители так воспитали. Горжусь Россией своими, как говорится, достижениями вот этими вот победы. Парад победы прошел по главным городским улицам. Вместе с военными шли те, кого уже нет с нами. Бессмертный полк. Следом на когда-то боевой технике ветераны. Спасибо за победу! Кричали и аплодировали люди. Машины ветеранов под конец шествия были буквально завалены гвоздиками и розами. Тем временем на площади развернулось яркое представление. Показали все значимые эпизоды войны и долгожданную победу. Самая любимая песня – День Победы. Ее знают наизусть. Это День Победы, городков права. Это праздник светиной на висках. Ко всем памятникам и братским могилам возложили цветы. А на площади начался праздничный концерт, который завершился балом Победы. Наш город, как и многие другие, включился во всероссийскую акцию «Бессмертный полк». В акции приняли участие тысячи анапчан. Тысячи лиц, тысячи судеб, тысячи жизней, которые были отданы за победу. Несут портреты своих предков, школьники, студенты, малыши, убеленные сединами ветераны. Война всех связала воедино. Это мой дед Войтенко Григорий Мефодьевич. Он воевал на Белорусском фронте, управлял машиной «Катюша». Он дошел до Берлина, получил много медалей и наград. Вернулся домой 21 июня 1945 года. Это мой прадедушка Екемидия Аристотель Михайлович. Очень гордость, что он боролся за то, что мы живем мирно и у нас все хорошо. Мой дедушка был героем, очень был смелым, храбрым. Он воевал на Курской дуге под деревней Прохоровкой. Он пошел на фронт в 13 лет и стал силом полка. Словно ожили сотни солдат, идут сегодня перед нами. Люди, шагнувшие в бессмертие, мужественно отстоявшие свою родину. Они не забыты. Самое главное мероприятие года – митинг памяти в честь 70-летия Победы в сквере боевой славы, в реконструкцию которого вложили всю душу и любовь к ветеранам. Мероприятие открылось выносом Красного Знамени Победы, гордо реющим в руках ветерана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красной Звезды Анатолия Ильича Шилова. Сергей Сергеев обратился к тысячам анапчан и гостей курорта со словами приветствия. Сегодня мы отмечаем знаменательнейшее событие в истории нашей страны. Праздник 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поверьте, я так же, как и вы, очень сильно волновался, как мы пройдем этот праздник, как проведем, как смогут в нем принять участие наши уважаемые ветераны. Много теплых слов было еще сказано в адрес ветеранов. Они шли от самого сердца. Наступил момент торжественного возложения цветов и венков памяти к вечному огню. Традиционный ежегодный прием ветеранов главой города на этот раз состоялся в ресторане «Старинная Анапа». Здесь поднимали чарку за победу, пели фронтовые песни и вновь вспоминали и говорили слова благодарности. На память от имени главы города подарки ветеранам. Праздничная атмосфера царила во всем городе благодаря большому количеству сценических и театрализованных площадок. Сквер Протапова превратился в настоящий военный городок. На бульваре установили палатки, в которых размещались музеи боевой славы. Проводилась акция «Солдатский платок. 200 лоскутков». На них гости военного городка писали о своих героических родственниках. «Солдатский платок» получился уникальным. Свыше 100 метров ткани с памятными посланиями. Больше тысячи участников. Очень приятно, что такой дух патриотичности именно в этом году чувствуется, как народ объединился. Ощущение радости за Россию. Какой-то такой внутренний подъем прям чувствуется. Замечательно украшен город. Очень много знакомых, которые тоже участвуют в мероприятиях. Здорово видеть людей в форме. Казаков, моряков, вообще курсантов, которые тоже как-то к этому причастны. Приятно видеть, что не только мы участвуем. Приятно быть частью всего этого. Очереди выстраивались и из желающих отведать легендарную солдатскую кашу. Семь полевых кухонь, 600 килограммов крупы и 500 килограммов тушенки ушли на приготовление знаменитого солдатского угощения. Не меньше пяти тысяч анапчан и гостей курорта отведали солдатскую кашу. А после все с удовольствием подпевали самым знаменитым песням военных лет под открытым небом. Не меньше желающих пришло посмотреть и на театрализованное представление «Солдатский привал». Студенты и школьники рассказывали о войне в сценках и танцах. А выставка бронированной военной техники собрала много детворы. Интерес к танкам, пусковым установкам, радиолокационной станции не угасал до самого вечера. Мне очень понравилось. Сегодня День Победы. Ветеранов всех поздравляют. Очень грандиозно. Мы рады за ту мощь, которая сейчас у нас есть в России. На улицах города можно было встретить много детворы, одетых в солдатскую форму. Татьяна Булгакова признается, что задолго до праздника начали готовить для ребенка костюм. Мы должны помнить, ценить наших дедов, прадедов, уважать и также принимать. Самый великий праздник из всех праздников, которые есть на белом свете. Тем более для нашей страны. Все идеально, все отлично. Анапа – лучший город в России. Юбилей Великой Победы объединил поколения. Жители и гости курорта – все от мала до велика – поздравляли друг друга с великим праздником страны. И с гордостью привязывали себе георгиевские ленты. Выразить благодарность ветеранам можно было теплотой сердечных слов, а можно просто устроить душевный привал. Солдатский привал на углу улиц Ленина и Новороссийская стал уже традиционным. Как всегда, гостей ветеранов ждали приятные встречи, счастливые улыбки и общения под песни военных лет. Ну и, конечно, вкусная и ароматная солдатская каша. Они такие молодцы, они каждый год угощают здесь кашей. Каша вкусная, детям очень нравится, что каждый год приходим сюда кашу покушать. Дети ждали кашу, это тоже своего рода символ, поэтому без каши мы никогда не уходим. Рестайлинговый автомобиль с надписью «На Берлин» стал украшением праздничной площадки, напоминая о том, что одним из фронтов, штурмовавшим главную цитадель фашизма, был Первый Украинский фронт. Мне нравится то, что хозяева вот этого всего так относятся, они победы ценят. И еще остались люди, которые так ценят наших дедов, прадедов. Каждый год мероприятие организовывает компания «Партнер и перспектива» в лице генерального директора Виктора Климова. Здесь встречают ветеранов, но рады всем, кто приходит на тепло такого радушного мероприятия. Такое живое общение – лучшее свидетельство нашей общей гордости за победу и людей, принесших ее на своих плечах. Наше предприятие очень чтит память победы, и у каждого в семье есть родственники, которые участвовали в боях за великую родину. И как бы отдавая дань такому великому подвигу, организация «Партнер и перспектива» сегодня, в День Победы, организовывает полевую кухню. Гости праздника Галина Никитина и Нина Ковалева приехали в Анапу на отдых из Санкт-Петербурга. Женщины щедро делятся воспоминаниями, их детство было омрачено страшными днями блокады. Долгие годы Галина Александровна удерживает и сохраняет в себе обжигающую правду о тех неимоверно трудных блокадных днях. А у меня папа выжил, приехал до Берлина, дошел и приехал домой, вернулся. Но мы уже умирали, лежали от голода, мама моя и сестренка моя. А он пришел в госпиталь раненый и принес крошек от сухарей, выменил их на табак и поднял, а так бы мы умирали. Все проходящие мимо ветераны, анапчане и гости курорта, спешащие в центр города на праздник останавливались здесь. Всех встречали с улыбкой, заботой и сердечным теплом, приглашая за стол с солдатской кашей и фронтовыми 100 граммами. Я не участник войны, но я ее помню. Я помню, как в октябре 41-го к нам вошли немцы и три месяца мы были в оккупации. И помню, как в январе их выгнали. И вот это мне в памяти до сих пор. И мама приходила и говорила, Лорюшка, мы все равно победим, папка вернется. Так и сбылось. Мы победили, папка с фронта вернулся. Так мало сегодня осталось очевидцев тех трагических лет. Но те, кто будет жить после них, должны помнить о людях, положивших головы на полях Великой Отечественной. Хотим поздравить всех ветеранов с Днем Победы. Желаем всем благополучия, долгих и счастливых лет жизни и побольше улыбок и счастливых дней. Патриотическая акция «Огонь памяти» объединила свыше 5000 напчан и гостей курорта, став самой массовой за всю историю мероприятия. Ежегодно жители и гости курорта в канун Дня Победы участвуют в вечернем мероприятии, где свечами в руках знаменуют жизни тех, кто пожертвовал собой ради свободы Отечества. В этом году акция объединила свыше 5000 человек. Возле «Вечного огня» собрались ветераны войны и вооруженных сил, школьники и студенты. Память о подвиге наших дедов и прадедов будет вечно жить в наших сердцах. Она будет гореть, как факельный огонь. Вечная слава героям, вечная память павшей. Председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов всегда говорит трепетно и искренне. Нет более тяжкого испытания для человечества, чем война. Но наши ветераны полный рост шли в бой. Они заслонили мир с собой и победили. Особенно трогательным моментом церемонии стало, когда под мелодию знаменитой песни «Журавли» в ночное небо отпустили сотни белых шаров с бумажными журавликами. К вечному огню от благодарных анапчан был возложен венок памяти. Учащиеся кадетской школы зажгли факелы от вечного огня. И процессия двинулась по улицам Пушкина и Ленина к морскому порту. В Анапской бухте во время войны погибли сотни советских моряков. Ветераны отпустили в воду букеты цветов, а моряки-пограничники, приняв на борт поминальный венок, ушли в море, чтобы возложить его на воду в центре бухты. Все десять сельских округов Анапы с размахом отметили 70-летие победы в Великой Отечественной войне. У жителей поселка Виноградный уникальный мемориальный комплекс журавли. Словно душит тех, кто не пришел с войны. Отсюда и начинается в Виноградном праздничное шествие. С сердечными поздравлениями к собравшимся обратился глава администрации Виноградного округа Александр Кудаев. Поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за ратные и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны. 70 лет назад наш народ доказал всему миру, что патриотизм является смыслом жизни и смыслом существования нашей нации. Митинг объединил все поколения – ветеранов, казачества и молодежь. Собравшиеся почтили память погибших минуты и молчания. Возложили на братские захоронения венки и цветы. Вечером зрители ожидал грандиозный праздничный концерт, где главными гостями были ветераны и труженики тыла. Коллективы радовали всех специально подготовленными новыми постановками. Разнообразные тематические вечера, митинги, концерты и парады прошли и во всех остальных сельских округах. Вечер 9 мая в Анапе завершился торжественно и грандиозно. На театральной площади прошел праздничный бал победы. Насыщенная концертная программа с участием лучших творческих коллективов города стала незабываемым подарком для ветеранов, анапчан и гостей курорта. На театральной площади собрались тысячи зрителей. Такого по-настоящему яркого, зрелищного и патриотичного шоу Анапа не видела давно. Открыл программу «Большой сводный хор». Он создавался специально к празднованию 70-летия победы. Грустной и тревожной стала первая часть бала – бои с фашистами, погибшие солдаты. И вот долгожданное сообщение. Слезы радости, возродившиеся надежды на будущее – все это воплотили в жизнь молодые актеры. В течение вечера анапчанам представилась возможность больше узнать о героях города-курорта, которые погибли в годы Великой Отечественной. В небольших видеороликах дети и взрослые рассказывали о своих родственниках, о тех, кто навсегда останется в составе бессмертного полка. День Победы – это радость за своих дедов и прадедов, когда они победили войну и фашистов. День Победы – это радость, это счастье. У меня отец, он воевал и был ранен на реке Одра, поэтому для меня это самое большое счастье. И у него другого праздника не было, только как День Победы. День Победы – это, наверное, сплоченность людей, уважение к старшим, ну и память. В завершении Бала Победы огни праздничного фейерверка озарили небо над курортом под самую победную песню. От праздника к будням. Процедура выдачи технических условий на проведение коммуникации станет максимально прозрачной. С 1 июня эту услугу будут предоставлять по заявлению граждан в многофункциональном центре. Это требования главы Анапы. Праздники позади. Время вплотную заняться решением ежедневных городских проблем. На общегородской планерке ряд поручений службам озвучила первый заместитель главы Анапы. Возвращаемся к теме обеспечения земельными участками такой категории населения, как многодетные семьи. На сегодняшний день у нас зарегистрировано и включено в данные списки 152 семьи. На обеспечение коммунальной инфраструктуры участков для многодетных семей в местном бюджете предусмотрено 10 миллионов рублей. Также подана заявка на краевое финансирование. На выполнение социальных обязательств бюджету нужны средства. Долги за аренду муниципальной собственности должны быть и будут взысканы. Эффективный метод предлагает закон. Законом на сегодняшний день предусмотрена такая возможность, как инициировать процедуру банкротства в отношении лиц, предпринимателей и юридических, у которых задолженность перед бюджетом составляет 300 тысяч и более рублей. Учитывая, что эти самые 100 миллионов рублей могут быть направлены на расходную часть, социальную часть бюджета. Это те самые обращения жителей по восстановлению и ремонту дорог, учреждения образования и иные социальные мероприятия. И еще одна тема. Предупреждение тем, кто действует из-под тяжка. Банковать техническими условиями на проведение коммуникаций в кабинетах теплосетей и водоканала, прикрываясь администрацией, больше не получится. Результаты такой деятельности плачевны. Разрыли пол Витязева. Фактически улицу, по которой идет поток к морю. Взяли, разрыли, все, управились. И вот так вот заасфальтировали по существующей канаве, там 60-70 сантиметров шириной. Кто асфальтировать будет? Расскажите мне, кто будет восстанавливать асфальтовое покрытие на улице Мира? Кто вообще ее приведет в порядок? И это сплошь и рядом. Это сплошь и рядом. Я еще раз говорю. Контрольный срок с 1 июня. Все заявления по водоэканализированию принимаются через многофункциональный центр. Для объективного рассмотрения заявок на разрытие будет создана межведомственная группа. Гарантия благоустройства станет единственным залогом для выдачи разрешительной документации. Без пяти минут курортный сезон. Предприниматели готовятся к приезду отдыхающих и спешат открыть как можно больше торговых точек и кафе. Часто в обход закона. На Пионерском проспекте глава Анапы с рабочим объездом. В районе базы отдыха Хуторок самовольное сооружение. За утро подготовили место для летнего кафе. Праздничные выходные и проверяющих особенно такого уровня тут явно не ждали. Глава дает поручение муниципальному контролю привести территорию в порядок. А арендаторам объясняет, работать, как и где вздумается, не получится. Вы у собственника арендуете, да? Ну располагайте, вот я вам сразу говорю. По отмосту располагайте. Вот это все, это не надо здесь располагать. На предпринимателей составлен протокол. Профилактической меры оказалось достаточно. Вечером того же дня деревянный настил демонтирован. Сегодня на общегородском планерном совещании Сергей Сергеев еще раз подчеркнул. В стремлении заработать нет ничего плохого. Когда соблюдается закон, надо знакомить людей с его требованиями и создавать условия для цивилизованной торговли. Мы людям должны объяснить. Без зла, без ничего. И если это действительно востребовано и нужно, то это надо делать заранее. Вот те конкурсы, о которых вы сейчас будете докладывать, вот их не бездумно надо проводить, а вот эти точки брать на учет. Где были попытки. И они, эти люди, которые ставят, они же не идут у нас просить, дайте нам пособие, прокормите наших детей. Они хотят заработать. Мы должны не бездумно косить это все, а создать условия для них. Но там, где нельзя, там нельзя. Впрочем, некоторым предпринимателям до цивилизации далеко. Повторный визит главы на место вчерашних событий – наглядный тому пример. После себя оставили начисто уничтоженную зелень, как будто не им здесь работать все лето. Земля там уничтожена, ты видишь? Вон как было, вон возле того дерева, видишь, как было. А это уничтожено. Ну все, управились. Посадили вот три цветка сегодня, или вчера. Вообще безобразие. Навстречу таким предпринимателям уже никто не пойдет. На хамство и неуважение прежде всего гостям курорта ответ будет один – очередной протокол и штраф. Завершит выпуск прогноз погоды. Среда ожидается теплая, солнечная. Правда, днем синоптики обещают небольшой дождь. Но даже он не омрачит весеннего настроения. Теплая погода повышает жизненный тонус. Дневная температура среды составит плюс 18 градусов. С каждым днем мы все ближе к лету. А значит, впереди теплые ночи, ласковое море и неизменно хорошее настроение. Генеральный партнер программы – клиника «Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике «Тризе» для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30 31 0, улица Крымская, 242, офтальмологический центр «Тризе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова